Сегодня утро, вот Игнатьич пошел выбрасывать мусор из ведра. Отвлекаюсь сатаны, всех делаю, всех ангелов, всей горденью его. Спасибо Господи, помилуй. Вот он выходит из дверей. О, переменнулся. Ужаслаза. Он сейчас пойдет к воротам. Все, переключилось почти что на дневное. Сейчас вот здесь видно будет, вот он подходит к мусорным баком, там выбрасывает мусор. Вот. Ну вот. А, на выход мне подходит, вот я сняла. У Лисы сегодня погода хорошая. Интересно, наверное не больше 10 градусов. Все, иду и размышляю о нашем житии, бытии. Нападают люди, когда на самом деле не превыше. Вот расстояние только проход. А табуретку поставишь, на нас стоит тут табуретка. И это стоит. Расстояние тут вообще 45 сантиметров. У меня кошку накормить надо было. У меня осталось. Я ее передвигаю. Вот это еще. Котенок. Теперь эти бумажки. Золо высыпал. Теперь подобрать сюда. А теперь что-то тут появилось где-то. У меня тут крылышко голубинное. Ну вот такое. Опять все подметаешь. Так у вас ночной горшок. А так и было всегда. В храмах везде наружу. Никогда не было, чтобы туалет рядом с кухней был. И срамота одна. Вот. Я помню меня привезли. Я маленький дождь. Что-то с желудком было. Болел. Мы привезли в Варнаул. Кажется, 9-ая Алтайская. Там 9-ая, 10-ая жили. Ну и жили там. Потеряевские заезжали. Они им что-то давали, конечно. Ну привезли. Все-таки колхоз был. Новая Заря. Потеряевка это Новая Заря. И они у них останались. И меня отец привез. Он днем-то ушел куда-то по своим делам-то. А меня оставил. А у них как во двор окно. Тогда помню ставни закрывались. И такой железный. А снутри проходил штырь туда. И там шплинт был. Что уже нельзя было открыть. А сейчас нету. Решетки одни стоят. А тогда боялись стекла, наверное, били-то. И я сижу. Мне на двор надо сходить. Утром сходил или не сходил. Не знаю. Я сидел. У меня уже большое было. Лет пять было. Вот вложено же это было. Я пойду. А там тропинка такая. В огород. А потом заворачиваешь. И там туалет. И меня не увидят. Это я сижу и думаю. И они поймут, догадаются куда я пошел. И я до вечера сидел. И с места не сдвинулся. Пока отец не пришел. Отец пришел. Я его на улицу вызвал. И тогда я пошел в туалет. Сегодня этого не понимают. Кухня. Туалет вплотную. Туалет вплотную. Прямо вплотную. Через стенку. Стеколка одно. Каждый звук слышно. Ну что там. Поставить подслушивающий. Как Никите Сергеевичу Хрущеву. А тут то что они могут от пенсионера слушать. Говорит. Удивлялся. И здесь такая же история. В лагере антисанитария. Какая. Какая. Они приехали. От кожурки. От картошки. Это специально должен быть ящик. То есть. Ну что. Манкурты. Какой ящик в деревне. Это у нас кожурки забирать. Ну у нас по уставу написано. У них устав правильно написано. Это в городе. И при том. Куда сделать. А это надо бетонная яма. Бетонная. Забетонировать. А потом туда сбрасывать. А потом оттуда выгребать. И машину вызывать. И вывозить. Да я. У нас в степи лагерь то. Они ничего не смотрят. Вот у вас здесь так деревья растут. А это молния ударит. Это надо громоотвод выше там в два раза делать. Ну то есть. Какие. Ну у нас так написано. Да у меня здесь молния. Молния там где-то на бугре ударяют. Здесь никогда не было. 200 лет и никогда не было. То есть на меня наседают. Я не могу это выполнить. Громоотвод поставить. А пожарник меня в сторону отвел. А комиссия. 15 комиссий приехало за лето. Краевых. За 150 километров. Задача уничтожить. Детей осматривают. Кандидат медицинских наук. Отдельно мальчиков. Отдельно девочек. Показаний нет. Ну дети. Вас избивают. Бьют. Нет. Не бьют. Нас наказывают. Ребенок. А никак. Ну никак. Смеемся да и все. Понимаете как вот. У нас дисциплина была. Такой дисциплины в армии нету. Это наши люди пошли. В армию ни один не попадает под дедовщину. Это крепкие семьи. А как. Очень просто. Легли спать. Даже шепотом ни слова. А если будут разговаривать. Воспитатели ходят. Прислушиваются. Как считаем. Мы там. Сергей Радоневич. Он проходил в келье. Если в келье слышал разговор. Он в стенку стучал. Не говорил ничего. Сразу монахи. Притихли. И легли. У нас точно так же было. Так. Уже дети знали. Разговаривать нельзя. А бывает так. Так. Здесь как кровать вот такая. Вторая. Нары как в палате называлась. А те внизу. Доски то не прибитые. Они ногами упрутся. Ребятишки. И тех поднимают. Хи-хи-хи. Так. Кто осмеялся. Никого нет. А все знают никого. А значит выходят все. А там семь человек. Выходите. Одевайтесь там. А на улице комары. Ну что дальше то делать. Никто не знает. А потом меня профессора психологии будут спрашивать. А где вы этому учились? Где? Нигде. Я просто считаю. Я брал. Вот это взял из Австралии. Вот это из Японии. Вот это из Аргентины. Вот это из США. То есть я ездил по лагерям. Смотрел и писал. Как? Это вы все так делите? Да. Да. Теперь. Каждый ребенок. Чтобы на улице не разговаривать. Два часа наказания. Два часа стоять на вахте. Но это много. Разбивалось на четыре части. По 30 минут. Вот там келья стоит. Один стоит палочка в руках. Это у тебя винтовка. Охраняй их. Поставлю, чтобы друг друга не видели. Утихло, когда все. Я к каждому подхожу шепотом. Так, выходите за лагерь. А бывает таких. Человек десять выстоишь. Я с ними иду. Звезды, Луна. Я с ними разговариваю. Вышли там, где Костровый пруд. Я много рассказываю. О Боге, о звездах. Так они на следующий день другим-то не удержат, а расскажут. Так я тоже нарушу, чтобы меня вызвали туда. Я тогда схожу и все это небо. Слушать, как пшеница шумит. Там совенок кричит. В природу вводишь. Это наказание? Ну, наказание или нет? А вот антисанитария какая? Покажите. Повторяю. Не четыре дня, не сорок пять дней, а сорок пять лет. У меня ничего нету, как студент. И ни одного заражения, ни одной болезни. Приезжают вот такие вот эти дети бывают. Уезжают, распрямились. Другой приедет. Уже наркоман. Коноплю увидал, кинулся. Растер. Стоит. Моему двенадцать лет только. А от меня поехал. Лицо разгладилось. Он отдельно. Мылся я ему сделал, чтобы ты других не заражал. У меня свой способ. Ну, а как? Ну, адекватное. Ходили купаться. Там раздевалка. Пришли, дети говорят. А Коля, этот, генералов, он стоял и вот так дверку пинал. Я выстроил сразу в колокол, ударил. Так, ты это делал? Делал. А почему? Дурью маюсь. А парень здоровый, с меня ростом. Так, я тебя наказываю. Вот эта щурка круглая. Ее сейчас бери. А та двести метров. И ногами пинаю туда, до озера. Где там. А потом оттуда опять пинаешь, чтобы ты напинался. Он больше никогда не будет. Ему вот так вот хватило этого. Адекватное? Да, адекватное. Он любил пинаться. Все кончилось. Другой любил лукавить. Еще живот. Ничего. Сегодня мы идем к батюшке кино смотреть. А я не могу. Ничего, пойдешь. Ну, палатку расстелили военные два на два метра. Ложись. Лег за концы, и мы тебя утащим. А там будешь лежать на полу. Да половина не донесли, да то полеет он. А я уже не болею. Ну, не болею, вставай иди. Наказание? Да, наказание. И совесть, и физически. 45 лет. А у них сколько утонуло? 12-14? На Каспийском море сколько утонуло? На Азовском? Сколько в последнее время утонули? Там Ладожское и какое озеро переплывали? У нас ни одного повреждения. А мы по деревьям лазим, на конях ездим. В лагерь это. Я говорю как в настоящее время это дело. Ни одного повреждения. Ни одного отравления. Не я. Интересно. Один год приехала комиссия. То ли по всем мигерям ехали, как и доехали до сельсовета. А сельсовет был там старщиком, кажется, Игорь. Ну, он их остановил и говорит, оттуда ездить не надо. У них нормально все идет. Я недавно только был. Мы там такая беседа была. На меня, говорит, он столько всего знает. И не надо. У них, говорит, обедками не кормят. Обычно как остается. С одной тарелки в другую. А потом далее. Ну и все сел. Нет, говорит, там все верующие. И они не приехали. А потом приехал хороший, упал на мой, этот, участковый. И другой уже, кажется, был. Или это раньше немножко было. И что-то они, ну, недовольны. Чем-то недовольны или так? Ну, а участковый. Я могу против вас уголовное дело возвести. Я говорю, и за что? Ну, а у вас вот на дворе тут конопля растет. Ну, деревня старая. Тут мы вырываем. Ну, где-то бывает. А наркомания. Я говорю, ну, давайте попробуйте один раз. Да нет, я просто так. Потом кто-то из них где-то сказал. Ката, что-то педофилы. Ну, кто-то расслышал. И мне сказали. Я мигом сразу к ним. Так. Вы говорили это слово? Нет. Ну, слышали это? Так. Участковый, ты говорил? Нет. Да это мы, может, с собой так говорили. Все. Слизнуло и все. Ни грозовского. Ни один суд не возьмет. Почему? Показаний не от детей, не от родителей. А здесь дети один за другим идут, жалуются. Они грамоты. У меня нет грамоты. У меня есть любовь к Богу и к Библии. К детям. К родителям. Родителей не допускают в лагерь. А сутка достали выходить. А родители один за другим говорят. А я приезжала с детьми, жила там целый месяц. И один за другим, то есть лопнула. Санэпидемстанция называлась тогда. Это Госпотребнадзор. И вот выходит там Смирнов, кажется, Геннадий звать. Такой мужик язвительный. А у них это там не керес, а курятники. Никакого лагеря нет, судя. Подождите. Вот у них регистрация. Краевой отдел юстиции. Загистрировал детский православный трудовой лагерь «Стан», честь священномученика Климента Анкирского. У них регистрация. Ну это... Так, прекратите. Мы разговариваем о лагере, а не о курятниках. Все, она его даванула туда и дальше. А у них спят дети. Подушек нету. Они на рюкзаках. Так. Дети. А родители были свидетели. Вы видели у них там, что под подушкой... Так, до подушки. А сколько подушек? 120. А детей сколько? 70. У меня 50 подушек невостребованных. Еще бы я на рюкзаках. А рюкзакам отдельное место на складе лежит. Судя ему еще один прокол и дальше... И они продулися все в прах. На меня подавали в уголовную... Иногда за одно лето три уголовных дела возбудили. Возбуждали, но не возбудили. И главное, по прокурору приехала Жабина Елена, кажется, Мамонтовский. Она сейчас на пенсии. И она дала ответ. Дети в лагере Стане чувствуют себя прекрасно. Это не юридический язык. То есть она не могла удержаться от этого. А те, которые сейчас вякают, нападают, они ничего не знают, не видят. К ним никто не обратится ни за какой помощью. И вдруг они приехали, сняли все и перевернули. И там действительно просто про лагерь такое. Но родитель один услышал и приехал. Ну как, над сыном издеваются там что-то. Чуть ли не по частям его размонтировали. Приехал вечером уже. Сына вызвал. Пап, да нет, ничего нету. Ну тебя били? Нет. Ну хоть как-то? Да никак. Так это которые матерятся им. По губам крапивы. Но они сейчас не матерятся уже. Ну тебе может еды не давали? Нет. А он его взял и допросил, когда ушел. Пошел на разъезд. Дошел до половины разъезда. А куда я тебя на лето? Да зачем ты меня забрал-то? Да ничего этого не было. Ну а как же по телевизору показали? Не знаю. Он приехал и... Простите, я вот не знал и вот так сказал, приехал. Я говорю, я уже не беру. Вы порочные. Раз так поверили, не исследовал. Схватили сына, назад возврата нету. А куда я с ним? Ну вы отец. Вы решили его учесть. К нам просятся. Это ни день, ни два. Я повторяю. Вы мне найдите, познакомьте. В советское время, что был православный лагерь, трудовой и 45 лет. Мне не с кем соревноваться-то. Хорошо или плохо, я один. Один. Ничего подобного нет. При советской власти. Так это было в 98 году. Вот тогда еще считайте. А это с 72 года лагерь был. С 72 по 92 это минимум 20 лет при советской власти мы были только. Коммунисты давили и жарили и ничего не могли найти. А эти тоже ничего не могли найти. Крышка не из того где. Это доска, на которой режут там. Разделочная доска. У нас написано овощи, рыба, мясо. Но они не из того дерева. В магазине брали. Заказали здесь и из березы сделали. То есть подкапывались. Они ничего не нашли. Самое-то главное. Вы детей прислали, чтобы отдохнули и здоровы были. А они следующий год куда поехали? Да никуда. Всю зиму дрындят. Только к дяде Игнатий поедем. А теперь Москва опубликовала, российская газета, путинская. И там пишет Снегирева. А дядя Игнатий худому не научится. И начался, говорит, шапочный чисто силы против него идет. Газета. Так сразу тут и заместитель губернатора приехал. Тут машины понаехали. Москва. Они за должность держатся-то. А кто это опубликовал? Сейчас-то Волобуев у нас там был. Он где-то... Ну, еще там. Я только вернулся из заключения. Он 80-х там какой-то год. И он у нас, как говорится, называли придборный фотограф. А он на международных фотовыставках премии такие берет. Его говорят, а кто-то снимки-то дал про Лапкину. Он говорит, я не давал эти. Это снимки-то мои. Но не определили, что его. Ну, нет, нет, нет. И так отнекался. Главное, кого-то укусить. Но тут они уже начали как все смотреть. По-моему, приехал заместитель. Главное, евреи. Евреи. Вот где бы евреи мне не встретились, как будто самых лучших для меня Бог выбирал. Шойхет Яков Нахманович. Он мне операцию делал. С какой внимательностью он все смотрел. Все откушал. И хлеб, который печем. И молоко. И пошел на все... Где колодец есть. Выпил воду. Какая вода прекрасная. Взяли анализы. Выше среднерайонных намного. А который... Смирнов-то... Евграфович его фамилия. Это отчество, кажется. Вот. А он... Дали ему выпить-то. Он никак то есть отравит. А мы до того и боялись. Что сделают? Делали крышку. С большими бортами. С железными. Под замок. Чтобы туда никак яд не впустили. Вот как они нас натравили. Там на бугре лошадь пасется. А лошадь... Ну, лошадь она привязана. А от нее может мочать еще отсюда. А вы купаете. Ну, какая мочать? На бугре. Ну, дурью маются-то. Как они преследовали. И они, эти люди, там и остались. У вас не гигиенично. Ну, не гигиенично. А что нужно? Вода проточная. Ну, у нас колодец выкопан. Колодец. Носос скачает. Вода прекрасная. Просто взяли анализы и все. А у нас написано по инструкции проточная. Ну, как я в степи сделаю проточную-то. А вы бачок поставьте наверх, чтобы вода текла-то. И мы запишем проточную. Я говорю, у вас тут луговая. Тут дурдом есть. Вот туда надо проверять все-то. Сидит за столом и у меня пишет. Столы не строганные доски. А столы строганные и прекрасными клеенками. Все это прибито, крепко, все чисто. Я говорю, ну же клеенки тут. Ну, у нас так написано, опровергайте через суд. Выходит, в ночное время у них света нет. А там огромная вот такая вот, наверное, лампа. Ртутная. Там все как днем. Я говорю, ну вот же лампа включил. Ну, у нас так написано уже в Барнауле. Опровергайте через суд. Это все российская газета. Учредитель которой российское правительство. Все пропечатал. Тут они как забегали. Они не любят тараканы, когда кипяток на них льют-то. И все. Сдохла собака. Все отошло. Но Шойхет, Яков Танахманович, и говорит, вы детей когда принимаете, а у них инкубационный период, допустим, болезнь какая-то, может быть, неделя-вторая проявится. А к вам привезли больного? Тут уж я никак не знаю. Но мы молимся. Отдаем святую воду. Вот ребенка привезли, а у него проблемы. Я не люблю слово. Что это за проблемы? Ну, почки больные у ребенка. Ну, и что? У меня не оздоровительный лагерь трудовой. Ну, так вот я и не знаю как. Не мешайтесь. Таблеток, чтобы не было. Остальное наше дело. Я сразу назначил березовый сок утром, чтобы выпить. И наш местный мед. С медом. Ложку меда. Там стакан, кружку березового сока. Неполных две недели прошло, девочка уже в футбол играет. Вот медицина. Негигиенично. Придумали. Антисанитария. Ни один не заболел за 45 лет. Одна же девочку привезли. Сейчас, не знаю точно, из Тюмени или из Тобольска. Из этого места. Привезли. Она бледная-бледная. Прямо белая. И таблеток показали сколько. Что у нее что-то со спинным мозгом там. Чуть не лейкемия подозревалась. Я говорю, да ко мне-то зачем она? У меня рабочая. Трудовой лагерь-то. Ну а мы слышали, у вас вот дети выздоравливают. Да как они выздоравливают? Это может быть и выздоравливают. Ну а как теперь нам назад ехать? Я не знаю. Они уговорили меня. Я говорю, одно условие. Таблетки, чтобы ни одной не было. А остальное мое дело. Я особый режим создал. На солнце не выходить. Как купаться. Отдельно все для нее. И я не знаю. Месяц то не прошел. Она же в футбол играла. Девочка рослая такая. Ну тоненькая. Она нигде не участвует. Вам надо, чтобы девочки узнали, что она больна. Или парень. У нас парень. Он как вот разгневается. А партишка там ну лет восемь. У него пена изо рта идет. У него и отец говорит. У него и дед такой был. У меня нет такой. Я говорю, и что? Ему это надо, чтобы девочки такого возраста видели, что Паша, его Павел звать. И Паша больной. Они его зазирать, бортовать будут. Не будет. Никто значит что с таким. Больше чтобы не говорили. А как? Никак. В общем строю. Так он парнишка такой. Ну до того хороший. Так он памятливый все. А потом мне передают. У них был пожар. Родители ушли. На работу. И решетка. И он сгорел. Живем сгорел. Видели как он в окно мельтешился. Там метался. Говорил. Почему не судите за это? А у меня он сделался здоровым. Почему? Бог. Ежедневно. Просворка. Святая вода. Это я сегодня утром просто показываю как. Нападают которые. Нападают. Ужас сколько. И все с матерками. Про лагерь. Это секта. Когда я закрою. Да вы. На три буквы. На пять буквы. Все это матерками. Но система высчитывает. Их отдельную там. Закидывает. Надо посмотреть. Проверьте. Я захожу там. Матерки считать даже нельзя. Их каждый день. По сегодняши день. Утром сегодня сколько выбросил. Ненависть. Ну там роботы может делать. Кто-то заряжает. Я их блокирую. Они по другим именам раз за разом лет. У нас ничего этого нет. Ну как. Помилуй Господи. Несчастные люди. Они ничего этого не знают. А у меня радость. Я встречаюсь с ними. 45 лет. Лагеря нет. Я его расформировал. Теперь к нам приезжают с родителями дети. Отдыхают в деревне. Мы приобрели несколько домов. То есть. Я никакой роли там не играю. Там наши братья. Вот Володя, Никита. Кто приезжает еще. Они с детьми. Сами родители. Володя. Хлеб еще там. Дома хорошие. Уже почти отремонтировали. Михаил Кальмаев там сделал где спать. В постели. Все как надо. Я к тому говорю, что никогда не надо руки опускать. Я 11 лет вел суд. Когда вернулся. Конфискованно вернуть. Вот это место. И 13 соток в центре города. Я хозяин считаюсь. Ну я сразу же переписал. Ну завещание сделал. Тут ходим и молимся. И проще. То есть жить надо в бедности. В преследовании. Но интересно. Красиво. И с благодарностью Богу. А вот это услышат там Дудин с Томской области. Да у него ничего у Дудина нет. Опять нападает. Я его не трогаю. А вы какую характеристику давали? Да какая характеристика? Ну одним словом. Ну я бы сказал. Так он обидится. Ну а именно. Спрашивает. Я говорю. Подлый. Другого нет. Он поп. Подлый. Но сходится как бы. Почему? Мы беседовали с ним. Девять роликов у меня. С ним. Беседы хорошие были. Я ему книги подарил. Выслал. И вдруг как шляп под хвост подпало. Он все согласный был. И теперь стал взламывать. Взламывать. И стирать. Валентина Сортисон в Германии. Проник туда. Встала утром. Там роликов этих нету. Но перед Богом-то известно. Он не верующий. Совсем. Нападает сейчас на Степаненко Максима. Там председатель какого-то миссионерского дела. Фальшь. Все обман. Подлый человек ничего не может сделать. Представь себе. Мы дружески разговариваем. И теперь ему не надо чтобы это видели. Люди-то видели. Свои собственные ролики. Мы с ним беседуем. По интернету. По скайпу-то. И он за ними гоняется. И вырывает. Ну то есть то ли знакомство есть. Вконтакте. На меня люди выходят. Он говорит там сколько нужно. Десять человек. Вы жалобу пошлите на Игнатия. Его заблокируют. Раз заблокируют на две недели. А у меня тысячи триста человек только приходило. Вконтакте у меня большая-большая работа была. Полностью работа пропала. Он не думает об этом. Ему десять мельничных жерновок надо вешать. Его касаются. Это мои люди пришли. Я не так отвечаю. Ну ты отвечаю. К тебе приходят. Почему я ни за кем гоняюсь. Я вообще на чужие ресурсы не захожу. Никаких комментариев никому не даю. Почему? У меня десять тысяч пятьдесят роликов. Десять тысяч. Четынадцать миллионов просмотров. Ну надо учитывать то что я не кончал ни семинарию, ни академию. Вот они подчеркивают. Степаненко. Да у него то недостаток. Они говорят недостаток. Но один говорит но все таки он смелый. Вот эту смелость я сразу увидел когда его запретили. Когда на слово Б назвал женщин. Которые одиночные. Блудно нажили детей. И он говорит. Игнатий обо мне так сказал как я сам и себе бы даже не сказал. А я в собрании это говорил. И так мы с ним познакомились. Председатель миссионерского отдела. Он приехал с троекратным полным погружением. Принял крещение святой. Так на него за это нападают. Составил людям там доклад против меня. Рождественское международное чтение. Считает какая то Анна Владимировна. Там Дворкин. И против меня. И написать в Роспотребнадзор. И нигде ничего нет. Опять лопнул. Ну у Бога то зафиксировано. И тот кто стрелял в царя. И кто давал распоряжение как смертно. Теперь все перед Богом. Эти по чужую дудку то пляшут. По дудку сатаны. Он священник. А то годится разве такое делать? Я вообще его даже не трогаю никак. Но вчера опять на меня выползли. Опять. Я просто должен людям объяснить. Ничего за мной этого нет. Нет. Дети. Ни один не заболел за 45 лет теперь уже. 46 год вот пошел. 45. Вот так. Это утром сегодня. Мне все это напомнило. Вот в этой скудости мы живем. У нас никто не болеет. Вообще нету. Значит самое санитарийное как они говорят. Именно у нас. Никто не болеет. Они не знают. Бьются против микробов которые полезнее. Они вытравляют из организма. Выщищают те микробы которые работают на организм. Они глупые и тупые. И бесталантные и бездарные. А почему? Таланты развиваются там где свобода. Где свобода. Дух Господний там свобода. Я показываю. Вот это гордость. Самсамость. Вот это сребролюбие. Вот так человек растопорщится какой. Дух Божий носился над водой. Надо преклониться. Вот тогда Бог проявляет себя. Я вот конкретно показываю. А что делать? Молиться. Другого нет ничего. У нас тут приехали на Патриарху с самостью. Вчера прищищался. А сегодня батюшка вне закона. Анафема. Анафема к Патриарху Кириллу. А мы молимся за него. И знаете такой же еретик как Патриарх. Ну. Такой не такой. Но не еретик. И Патриарха кто еретиком назвал. Вы безумно поступающие. Злословище. А вы тоже против Патриарха. Я говорил там где он не прав. Я говорил отвечая за свои слова. Да благословит Господь Патриарха. И даст вот через две недели выборы. Вот доброго правителя. Верующего. Чтобы сохранил то что у нас уже есть в России. Хотя бы хуже не было. Богу слава. Продолжение следует. А. Трививо. Тривое.